Приветствую вас, давайте попробуем вместе подумать над тем вопросом, который вы задаёте. Вы пишете одно, что ваше сердце очень сбаломощное, оно хочет одного, завтра другого и так далее. Для того, чтобы решить вашу проблему, ну и на самом деле двигаться в нескольких направлениях, я бы сказал, что это два направления. Первое направление – это поиск некого постоянства, поиск некой константы, постоянной величины, которая остаётся неизменной во всём том, чего вы хотите, и понимание, так сказать, категорий, понимание категоризации того, что является постоянной константой. То есть какая общая направленность того, что является всегда неизменной. Вот это неизменная и есть истина, а всё остальное – суть эмоций, суть влечения. И влечение отличается от желаний тем, что они неосознаваемы. Вы не на конца находите того, чего хотите, и для чего вы это хотите. Движение в этом направлении поможет вам лучше ориентироваться и, так сказать, более эффективно отделять увлечение от осознанных желаний. Ещё раз, желание – это те влечения, которые представлены с осознанными. Дальше. Следующий аспект. Следующий аспект, предупредить сразу будет немножечко сложнее, он касается вашего развития именно в разрезе взросления, в разрезе становления как взрослого человека. Давайте представим себе вот ваше поведение, да, вашу, скажем так, увлекаемость, вашу взбаломощность, как вы выражаетесь, в контексте того, кому она более всего характерна. И, наверное, ответ напрашивается здесь сам собой. Подобная взбаломощность характерна для детей. Если мы согласны с тем, что дети являются основными субъектами такого поведения, если мы с этим согласны, то тогда давайте попробуем спросить себя, что для этих детей характерно. Какие особенности поведения, особенности восприятия характерны для этих детей, которые ведут себя подобным образом? И ответим мы на этот вопрос так. Итак, для детей характерны централизованность, центрация, то есть осознание, опознание, точнее, себя в качестве центра мира, понимание этого и убеждение в том, что данная позиция является, ну, скажем так, единственно верной. Что происходит с детьми, когда они начинают отходить от данной позиции? С детьми происходит следующее. Они, в первую очередь, начинают продвигать децентрацию, то есть они начинают прислушиваться к другим, понимая, что, в общем-то, их мнение не является и инстинентом не является правильным. Нужно прислушиваться в каких-то вещах других людей, слушать другого, потому что своих собственных знаний не хватает. Свои собственные представления о том, что представляет собой мир, как он выглядит и как в нем можно существовать, недостаточно для успеха. Нужно принимать точки зрения других людей, выявлять из этих точек зрения верной истины и принимать их к себе на вооружение. Вот это начало того, что называется взросление. Это начало взросления. Дальше. Переход Переход От эгоцентризма, то есть основания себя как центр мира, в плоскость понимания себя как социального индивида. Переход И здесь нужно сказать так. Когда человек думает и видит, что он единственный, что его точка зрения лишь только верна, то есть лишь она одна верна, да, он борется за равновесие. Так он желает сохранять равновесие. Это его работа интеллект. Интеллект стремится к равновесию. Когда человек допускает наличие другой точки зрения и другого мнения, когда человек допускает это наличие, происходит потеря равновесия с последующим восстановлением. То есть адаптация сознания к новым условиям. Думаю, что у вас вот этот процесс не был полноценно пройден, полноценно завершен, вследствие чего у вас наблюдается смещение в сторону своих желаний. Смещение в сторону своих каких-то вот влечений. Которые вы, несмотря на то, что пытаетесь контролировать, все равно дает особо верна. Потому что они у вас с чего-то начались, они у вас когда-то проявились, и они у вас не нашли своего выхода. Нужно найти выгод для всех этих желаний, для всей этой сбаломощности, о которой вы пишете, и тогда она станет частью вашего опыта, частью вас самой, и с ней не нужно будет бороться. Дальше. Возбаломощность, то есть непостоянность, ветренность, можно говорить, можно раскрывать точнее и через неуверенность в себе. Через неуверенность в своих силах, через неуверенность в том, что вы делаете, через понимание того, что у вас, ну, является слабой стороной. Вот это тоже можно назвать причиной такой вот вашей ветренности, причиной такой вашей переменчивости. И чтобы от этой переменчивости избавиться, чтобы сконцентрировать все ваши, ну, силы, всю вашу энергию на чем-то одном, нужно обрести эту внутреннюю уверенность в себе. Для этого, как вы, наверное, понимаете, уверенность нужно убирать. А для того, чтобы убирать неуверенность в себе, мощно и нужна ставить перед собой соответствующие задачи, которые позволят вам добиться определенных успехов, купировать неуверенность в себе, минимализировать влияние слабых ваших сторон и недостатков. И тем самым обрести уверенность, ту самую, которой у вас не хватает. Вот те направления, в которых вам можно двигаться, чтобы восстановить равновесие, чтобы купировать вашу ветренность и непостоянство. Как вы будете с этим работать, решать, конечно же, вам. Либо вы выберете эксперта и сами поработаете с ним. Либо самостоятельно попробуете решить проблемы в этих направлениях. Довится только от вас. Но если решите работу с специалистом, выбирайте любого для наших ресурсов и начинайте личные консультации. Это позволит вам сэкономить время и энергетические ресурсы на решение проблем. Поэтому все, надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Спасибо вам. Всего доброго и удачи. Спасибо.